Вместо ручек и тетрадок – пазлы и загадки. Необычный урок в формате деловой игры проходит в рамках городского проекта «Субботы московского школьника». Учащимся необходимо различить статьи Конституции, Гражданского и Уголовного кодекса, собрать картинку и понять, какие правовые нормы она иллюстрирует, а также найти в отрывках стихов и басен признаки нарушения закона. У меня был отрывок из басни, к которому я подобрала три статьи Уголовных кодекса, то есть три нарушения закона. Басня про волка, за которым гонятся охотники. Статьи были жестокое обращение с животным, нарушение вторжения в частную собственность, потому что пока он гнался от охотников, он забежал в чужой дом. И угроза физическим насилием, потому что охотники хотели его убить. За быстрое и главное правильное решение загадки участникам начисляются баллы. У кого больше баллов, тот и победитель. Однако ребята не пытаются опередить друг друга, наоборот, работают сообща. Меня порадовала сплоченность моих ребят. Они готовы были помогать друг другу, подсказывали, конечно, немножечко. В них просматривается такая предпринимательская жилка, они быстро ориентировались в пространстве и могли понять, как им выйти в сложившейся сложной ситуации. Они обменивали, соответственно, помогали недостающими заданиями и набирали баллы. Не только себе, но и своим сокурсникам. Деловую игру подготовили специалисты городского методического центра. По словам разработчиков, она помогает сформировать множество полезных навыков. Навыков формируется очень много, потому что каждый, как минимум, сегодня смог поработать с Конституцией и понять, какие же права и обязанности туда входят, даже если они на это не акцентировали внимание. Потому что не будем скрывать, что в курсе общества знания и права, которые изучаются, во-первых, у нас есть очень много заданий в рамках государственной итоги аттестации, как в девятом классе, так и в одиннадцатом. Поэтому это было неким повторением этого. Точно так же смогли узнать они сегодня новые статьи из Уголовного кодекса. И одновременно получилось, что они смогли работать с документами, что тоже является сегодня очень актуальным. Игра понравилась учащимся. Ребята отмечают, получили новые знания и бесценный опыт.